Анновка. Село в Бобровском районе Воронежской области России. Административный центр Анновского сельского поселения. По царскому указу Петра I за 1699 год на реку Битюх были переселены крестьяне из Ярославской, Костромской и других губерний Северной России. Первое поселение людей, переселившихся затем на место нынешней Анновки, было между поселком Троицким и Веселым. В то время поселение начитывало 10-15 дворов. По ходатайству крестьян село переместили к истоку реки Сухой Буравль, где поселение находится и по сей день. Указом от 24 октября 1776 года императрица Екатерина II пожаловала графу Алексею Григорьевичу Орлову Чесменскому 180 тысяч десятин земли и 20 тысяч десятин леса по реке Битюх. Граф Алексей Григорьевич умер в 1808 году и все постройки имения Хреновского конного завода перешли во владение его единственной дочери Анны. Именно в период ее хозяйствования была населена Анновка, почему она и получила такое название. Село Анновка расположено в безбрежной ковыльной степи одной из старинных сел Бобровского района. Анновка была заселена в 1812 году. Заселялась она небольшими группами крестьян из разных мест в течение четырех лет. Главным занятием крестьян было земледелие, однако сельское хозяйство было весьма отсталым и малопродуктивным. В 1816 году в Анновке было 28 дворов и 189 жителей. Село вскоре стало казенным, так как Анна Орлова продала государству конный завод и все деревни, принадлежавшие ему. Жители села делились на дворовых, тех, кто обслуживал конный завод, и мужицких, тех, кто переселился из других мест. Силами этих обществ были вырыты два пруда, который поменьше дворовый, а большой мужицкий. В 1855 году в Анновке была построена деревянная церковь во имя святых Косьмы и Дамиана, престольный праздник которой 14 ноября. Деревня стала селом. В 1859 году в Анновке числился 151 двор и проживало 1666 человек. В 1882 году открыта церковно-приходская школа. В 1900 году Анновка, согласно административно-территориальному делению, входила в Хреновскую волость. Проживало в ней 1841 человек, на всех приходились 4236 десятин земли. Имелась церковь, 4 общественных здания, земская школа, 10 витряных мельниц, 2 крупоружки, маслобойня, 3 мелочные и 2 винные лавки. Медицинская помощь в селе крестьянам не оказывалась, так как не было медицинского работника. Лечились крестьяне у знахарок на дому. На территории Анновки советская власть была установлена в феврале 1918 года. Был образован сельский совет. Его председателем стал Василий Александрович Попков. Начинается гражданская война. Летом и осенью 1918 года на территории Бобровского уезда проходил фронт гражданской войны. Бои шли между частями Красной армии и армией атамана Краснова, состоящей в основном из донских казаков. На территориях Липовки, Мечетки, Нового Буравля, Анновки, Митрофановки, Орловки была создана линия дозоров Красной армии. В первых числах октября на территории села Анновка разгорались крупные бои. Анновка трижды переходила из рук в руки. Потери были не только в полку, но и среди жителей села. 41 красноармеец погиб в боях за село, остальные с боем отошли. К концу декабря 1919 года вся Воронежская губерния была полностью освобождена. Для борьбы с внутренней контрреволюцией стали формироваться отряды ВЧК. Во время мобилизации большую агитационную работу проводил наш односельчанин Анохин, который позже работал в ЧК, стал комиссаром одного из отрядов. Отряд под его руководством преследовал банды Зеленого и Колесникова. Он погиб 14 октября 1920 года в родном селе. Сейчас одна из улиц села носит его имя. Погибших захоронили в конце села. В 1959 году останки бойцов были перезахоронены в селе Хреновом. В 1922 году началась бурная перестройка села. Возводилось жилье, крепла экономика села. В 1925 году была создана первая комсомольская ячейка. Ее секретарем был Торопцев. А в 1927 году на селе появились первые пионеры. По переписи населения 1926 года в Ванновке числилось 483 двора и 2293 жителя. Весной 1935 года было образовано 5 колхозов. Село разрасталось, строились новые дома, построили новую школу и больницу. И вновь началась война. В годы войны более 500 анновцев ушло на фронт. 216 из них не вернулись домой, погибнув в боях. В годы коллективизации трудности населения уменьшились. Но, несмотря на это, в Ванновке активно шел сбор средств для армии. Во время Великой Отечественной войны молодежь села уходила в город, чтобы заменить тому станков рабочих, ушедших на фронт. Уроженцем села является герой Советского Союза Василий Михайлович Попков, 1905 года рождения, умер в 1967 году. 17 июля 1941 года разведывательно-диверсионная группа под командованием лейтенанта Горбунова, в составе которой был и старшина Попков, проникнув в тыл противника, произвела разведку дорог и разрушила линию связи. При возвращении с боевого задания группа попала под плотный пуеметный огонь противника. Почти все бойцы погибли. Старшина Попков, несмотря на смертельную опасность, сумел снять с погибшего командира группы офицерскую планшетку, после чего вынес с поля боя раненого товарища. Трое суток Василий Михайлович пробирался по территории, занятой противником, но сумел доставить раненого в свою часть. В дальнейшем Попков участвовал в боях на реке Западная Лица, где продвижение противника вглубь территории СССР было остановлено. В ночь с 30 сентября на 1 октября 1943 года с первым десантным отрядом он форсировал Днепр и участвовал в бою за закрепление плацдарма на правом берегу реки, в районе села Успенка. В течение ночи гвардии капитан Попков, исполняя обязанности коменданта переправы, под огнем противника сделал 21 рейс через Днепр, обеспечив переправу минометов, артиллерии, личного состава полка и боеприпасов на захваченный плацдарм, чем способствовал его удержанию и расширению. За образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании реки Днепр, развитие боевых успехов на правом берегу реки и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии капитану Попкову Василию Михайловичу указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1950 году шесть мелких колхозов Анновского сельсовета были объединены в один колхоз имени Крупской, а в 1953 году к нему присоединился колхоз из Митрофановки. В 2005 году колхоз был признан банкротом, и в селе появилась новая сельскохозяйственная организация ООО «Митрофановская». В июле 1957 года на селе был построен и начал свою работу колхозный радиоузел, а в 1960 году село было присоединено к Хреновскому радиоузлу. В октябре 1961 года на селе вступает строй электростанция на 300 лампочек. В 1962 году колхоз переходит на денежную систему оплаты труда. Заметно улучшается благосостояние колхозников. Село растет и крепнет. В настоящее время Анновское сельское поселение включает в себя село Анновку и поселок Митрофановка. Имеется школа, дом культуры, отделение связи, сберкасса, ФАП. Население на данный момент составляет около 600 человек.